Добрый день, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерскрине инвесторов Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем эфир передачи обзор рынков Corner Trading. Напомню всем, что Corner Trading – это швейцарский банк, который активно котирует на финансовых рынках. И мы работаем так, мы смотрим обзор рынков Corner Trading, утренний обзор, который присылается по ссылочке. Мы его смотрим, выделяем наиболее интересные идеи и затем торгуем на платформе Flexible Corner Trader и пытаемся отработать те идеи, которые нам понравились. Вот такой план у нас и на сегодня в рамках передачи обзора рынков Corner. Итак, друзья, начну прежде всего с того, что... Так, пошла трансляция, пошла. Начну с того, что под главным экраном есть баннер, Corner обзор рынков. Нажимаем на него, по центру он прямо находится, и попадаем на страничку обзора. Часть обзора здесь присутствует, но в основном это приглашение по подписке. Подписаться справа, форма подписки на английском языке. Здесь просто name, имя, surname, фамилия, email, country of residence. Здесь выбирается плюс... Нажимаете, выбираете Russian Federation. Phone number, префикс по России плюс 7, потом номер телефона, предпочитаемый язык. Всегда выбирайте английский, друзья. Вот, ну префикс давайте покажу. Плюс, ой, плюс 7. И сразу выбирает... Ой, минус почему-то бьется. Плюс нам, что ж такое? Плюс 7. И сразу вам подсказывает Russian Federation, Казахстан. Ну, набираете Russian Federation. Здесь просто номер сразу там, 916 и так далее. И поставьте, конечно, галочку, дисклеймер, что вы предупреждены. Хотите, почитайте, без проблем. И нажимаете submit, то есть отправить. И вас подпишут на эти новости. Вы будете их получать в 9 утра. Уже можете по ним торговать. И в 11 мы с вами тоже будем смотреть эти новости. Смотреть, что реализовано, а что можно сделать прямо сейчас. Ссылочку в чате я дал. Ну и сейчас давайте посмотрим новости, которые поступили мне сегодня утром. Пять основных инструментов они всегда рассматривают, наши швейцарские коллеги из Форнербанка. Это SMI, швейцарский индекс, DAX, германский фондовый индекс, евро, доллар, золото и сырая нефть. Ну, прежде всего, подводятся итоги вчерашнего дня. Смешанная картина на американских фондовых рынках. Доу в плюсе, S&P 500 в плюсе, NASDAQ в легком минусе. Можно здесь почитать самые разные идеи. Ну, мы идем конкретно к тем темам, которые нас интересуют. Ну, и прежде всего, естественно, евро, доллар. Ну, давайте начнем с индекса SMI, потому что мы вчера его купили. Это швейцарский фондовый индекс. Ну, ждут, что поддержка в районе 12 390. Ждут его роста. Основная идея. Ну, пока приблизительно там же, где мы его вчера купили. Вчера никуда не двинулись. Мы сейчас посмотрим, естественно, на графике, что творится. И подумаем, что с этим дальше делать. Пока второй день подряд прогноз SMI рост наверх. Наблюдаем. Здесь также обращаю ваше внимание, что прямо из рассылки вы можете нажать Trade Now и зайти в ваш Flexible Trading Account. Ваш собственный. Вот эта кнопка вашей рассылки достроена на ваш торговый терминал, что очень интересно. Далее, друзья, DAX. Считаю, что надо наблюдать за точкой 15 870. Она может быть ключевой. И после нее могут двинуться вверх на 15 910. Ну, то есть, по DAX оптимисты наши швейцарские коллеги. Не знаю, я только по DAX не уверен. Я больше про S&P 500. Ну, и евро-доллар, конечно, давайте посмотрим. Евро-доллар видят на верх коллеги. Ближайшая цель 1.1895. Дальняя 1.1910. Вы знаете, это сложный такой прогноз. Ну, давайте посмотрим комментарии, что пишут. Значит, ключевая точка 1.1855. Ну, допускает альтернативное сценарио. Вот. Значит, что может двинуться. Если пробивает 1.1855, то пойдут на 1.1835 и 1.1815. Ну, что вам сказать про этой ситуации. Моя точка зрения, что альтернативность сценарии сегодня выглядит более предпочтительно. Сейчас мы евро откроем, поторгуем. И даже сделку заключим давайте по евро. Потому что по ней сегодня больше всего споров. Евро всю неделю положительное. Вот в плюсе. И ждут ее коррекции. Это тоже один из факторов, почему я эту точку поддерживаю. Ну, и также напомню, друзья, что сегодня интродэй мы обсуждаем. Это все касается только до 15.30. 15.30. Non-farm pay rolls. И, так сказать, могут, качнут 10-20 пипсов. Если будет сильное отклонение от ожидаемого прогноза, 750 тысяч добавленных несельскохозяйственных рабочих мест в США в августе. Далее, золото считают важной точкой 1807 долларов за одну украинскую унцию. Ждут наверх. 18.32 предпочтительно. Вот. Серьезное движение ждет наверх. Индикаторы FCI и MACD тоже поддерживают эту тему. Тесно. Коллеги, кто готов рискнуть с золотом наверх, дайте мне знать. А может быть, кто-то стоит, уже сам по себе зашел в золото в плюс. У меня нет позиции и нет мысли. Но индикаторы, конечно, выглядят интересно. И, наконец, сарае нефти 69.95 WTI с целью 70, 60 и 71. А 71 коллеги видят наверх. Тоже серьезные прогнозы. Кстати, хочу сказать всем, прогнозы такие серьезные, на которых можно заработать с хорошим движением. Ну, в данном случае 1 доллар 17 центов можно заработать. Те, кто утром получил рассылку в 9 утра, зашел в позицию на 71 доллар 17 по нефти. Это очень хорошие деньги. Вот так, друзья, выглядят прогнозы сегодня от Корнер Банка. Ну, а мы давайте перейдем в мой торговый терминал. Корнер Трейдинг Флэкса был и посмотрим. Прежде всего, давайте сделаем сделку новую, пока не забылось. А мне понравилась тема евро-доллара. Причем альтернативный, давайте пока саму сделку закроем, изучим график евро-доллара. Это у нас 5-ти минутка, кстати говоря. Мне понравилась тема все-таки, давайте включим, наверное, вновь начнем с дневного. Мне понравилась тема движения вниз. Вот, я считаю, что давайте мы сейчас поставим горизонтальную линию, чтобы было понятно. Почему на актуальном уровне колесо нас остановит? Да потому что мы были уже здесь, на этом сопротивлении, прогулялись вниз, пытаемся отбиться. И постучались ровно в эту отметку 1.18.83. Сейчас в моменте чуть пониже. И я считаю, что с точки зрения технического анализа, если человек вообще использует технический анализ, а я использую, тема продажи от текущей цены 30 пипсов вниз выглядит очень и очень интересно. Вся неделя, посмотрите, вся неделя положительная. Можем спуститься на 1.18 вообще, поскольку мы начинали неделю и даже ниже. Давайте посмотрим точно, где мы открывались на прошлой неделе. Мы с ГЭПом, причем, открывались наверх. 17.1.17.82. Мощное движение. Я не верю, что на таком движении никто не захочет, на стапе псах, никто не захочет закрыться. Суть-то там ГЭПа еще больше. Я думаю, что люди захотят закрыться. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому альтернативный сценарий туда-куда-то на 1.18.48. Это движение вполне себе вижу. Это дневной график. Давайте проверим себя на других графиках. Часовой график. Заигазили. Да, заигазили. Последние 6 часов просто стоим, бьемся. Ну, а раз бьемся вверх, не пускают, значит, пойдем вниз. Меня это убеждает. Минутка. Пятимутка в боковике. И вот, кстати говоря, сейчас самое время, мне кажется, продавать, если кто-то собрался продавать. Напомню, на Айтроэйт ТВ, друзья, никакие мысли торговыми рекомендациями не являются, никакие идеи. В тот момент, когда 50% Айтроэйт ТВ покупают, 50% продают. Поэтому здесь у нас каждый спикер выступающий свою идею несет. Причем они все всегда разные. Так, чтобы люди вышли, прям одну идею выдали. Это, ну, не знаю, раз в году. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, движение вниз, вот из этого боковика, вполне себе возможно. Тоже. И пятиминутный график, я считаю, достаточно убедительным. Поэтому, коллеги, я евро-доллар нажимаю на продажу. 1,1877. Цена хорошая. Окей, подтвердили нам. Ну, сейчас увидим это у себя в позициях. Короткая позиция 100 тысяч. 1,1877. Утром, когда я прогнозировал, было 1,1878. Сейчас мы там же абсолютно стоим. Давайте добавим take profit. Давайте добавим. Я хочу... Вот тут 27 ставят. Нет. У нас своя... Раз мы взяли по 77, 30 пипсов. Здесь ставят 50 пипсов. Ну, вот давайте, кстати, обсудим. Поменять 50 на 30. И нет. Поменяю. Поменяю. Знаете, почему? Потому что это моя система 30 пипсов в день. Значит, 77 минус 30, 1,1847. Вот. Это... Почему 30? В моей жизни 30 исполняется чаще всего. Ну, понятно. Это, так сказать, средняя между 0 и 50. Приблизительно, да? Ну, 30 пипсов почему-то срабатывает. Достаточно часто. 50... Ну, есть люди, которые меньше 100 пипсов вообще не кроются. Есть люди вообще по 500 пипсов высиживают. Но, друзья, хочу напомнить, что, как писал дедушка Маркс в своей книге «Капитал», оборот деньги, товар деньги, скорость оборота не менее важна, чем цена. Поэтому можно, так сказать, на рынке можно там 10 раз взять по 30, пока вы высиживаете свои 100. Это вот реально. Ну, если вы видите рынок, коррекции и так далее. Поэтому ставлю традиционные 30 пипсов. Подтверждаю. И вот он у нас появился в табличке. Лимит 1.18.470. Окей, подтвердились. Все, друзья, я продал еврика. Ну, естественно, спрэк убыток пока у меня. Вот. Наблюдаем, куда мы двинемся дальше. Куда мы двинемся дальше. Все, коллеги, теперь давайте посмотрим наши позиции, которые были ранее открыты. Прежде всего, у нас была куплена Местле, крупнейший производитель продовольственных продукций. Давайте посмотрим, как выглядит ситуация текущая. Давайте на дневке посмотрим, чтобы увидеть свою покупку. Вот наша покупка. Пока в просадке мы были. Сейчас заходим в плюсовую зону. Ну и вот. Мы ставили разметочки. Почему она должна расти? В дневном графике, да? Тренд есть. Вот. Сегодня интересный, кстати, друзья, день. Посмотрите. Бычье поглощение. С гепом ушли вниз и вышли наверх. Мне кажется, Местле может показать хороший рост сегодня. Неделя, кстати, нейтральная. Мы подходим практически вблизи. Начало недели. Подходим к началу недели. Поэтому здесь коррекции не есть. Просто есть рыночный рост. Вот. Три дня попадали. И в пятницу решили скорректироваться. Почему нет? Так что, друзья, я с оптимизмом смотрю на Местле. Доливаться, как-то еще управлять позицией я не буду. Не частично, не полностью. Так что ждем, сидим спокойно. Фондовый рынок, друзья, это всегда инвестиционный. Спекулировать на акциях достаточно трудно. Хотя, конечно, если есть какая-то идея торговая, или там слияние, поглощение, или, не дай бог, инсайт. Вот. Тут можно делать все, что угодно тоже. Ну что, из SMA, то есть в Швейцарии, 20 крупнейших акций. Давайте выведем во весь экран. И посмотрим на дневном графике, что у нас происходит. Пока мы в просадочке. Взяли его. Думали, что пойдем пробивать наверх, а мы вернулись вниз в просадку. Ну, мы это, еще раз напомню, у нас инвестиционная позиция. Я уверен, что швейцарские коллеги тоже внимательно смотрят на все на это, размышляют, как им жить и работать. Швейцария сейчас очень активно ведет экономическую экспансию по всему миру. Приглашают. Хорошие условия дают для иностранных компаний. Поэтому я думаю, ну, а не след, а представлено во всех странах мира практически, которые я знаю. Поэтому я думаю, что здесь можно смотреть с оптимизмом. Ну, давайте посмотрим часовой график, как выглядит. Боковик, да? Боковик идет по часам. Ну, посмотрим, куда выдачат. И пятиминутку тоже глянем. Ну, и есть надежда, что здесь раз, вот здесь раз не обновили лаи, здесь два не обновили лаи. Будем надеяться, что сейчас развернут наверх, не без обновления лаев. Им всем в рост. Вот такой у нас план, друзья. Давайте остановим график. Ну, друзья, золото. Хочу посмотреть золото. Объясню, почему. Вообще, самый непонятный инструмент, самый такой невнятный на этой неделе. Ну, посмотрите, какой узкий боковик по золоту. Давайте устроим производственное совещание. А кто что думает? Кто научился управлять этой системой, дайте мне знать. А я сейчас выберу другую линию. Коллеги, полно возможностей в форме в трейдере. Призываю всех их изучать. Я-то базовый знаю, но это гораздо глубже система, мне кажется. Ой, опять видите. Ну, тут надо именно прицелиться к настройкам. Сейчас еще раз прицелюсь. Центральная линия. Ой. Такое не так просто и попасть. Ну, вот приблизительно. Поэтому, друзья, посмотрите, золото. 1809-1819. В 10 долларов мы ходим, а у нас цель дневная по золоту это 10 долларов. Поэтому, естественно, если мы входим в торговом диапазоне, то входить некогда. Коллеги, давайте обсудим. Кто что считает по золоту, кто-то может быть в позиции. Дайте ваше мнение в чате, пожалуйста. Ну, я думаю, могут нам подсказать интересные темы Антон Романчук, Роман Север, Алексей Лапащев, Анатолий Эйнбург, Виктор Лихач, Джеймс Бонд, Ирина Вячеславовна, Павел Дагаев. Пожалуйста, коллеги. Как на ваш взгляд? Ну, вот сегодня золото пойдет на 1-819. У кого какое мнение? А может быть, кто-то в шортах уже неделю сидит. Кто его знает? Пожалуйста, дайте мне знать. Очень интересно. Ну, понятно, я интересуюсь с корыстной целью заработать на вашем таланте аналитика, прогнозиста, так скажем. Все, друзья, сегодня мы с вами посмотрели обзор рынков Корнер, выбрали один инструмент, который мне больше всего приглянулся, но понятно почему, потому что это мой счет, и естественно, я делаю то, что мне нравится. И я выбрал тему евро-доллара в продажу по очень простой причине, потому что сегодня пятница, а евро очень сильно вырос, пятничная коррекция, я считаю, неизбежная сегодня. Потому что, ну, люди работают за деньги, в пятницу зафиксировать библиот, тем более в понедельник, напомню всем друзьям, в США отдыхают, Labor Day, День труда, ну и уходить в позиции, в ситуации, когда крупнейший игрок отдыхает, то позиция евро-доллар, естественно, включает в себя доллар, тема очень серьезная, я думаю, что многие закроются, тем более, сами американцы могут закрыться, их типа в понедельник не будет, тоже как-то, может быть, сократить позицию, если большая позиция, тоже на выходные, с высоким евриком, тем более, знаете, выходные же тема очень опасная, все что угодно может быть, что-то упадет где-то, что-то взорвется, что-то загорится, это же, ну, так сказать, обычное дело, поэтому думаю, думаю, что такие факторы, резкий рост евро за неделю, плюс выходной в США, могут, могут вдвинуть еврик вниз, и поэтому считаю, что позиция должна заработать, 30 липсов мы своих в понедельник должны заработать. Павел Дагаев пишет, голда в пол, все вот это вниз, Анатолий Эйнбург, на золото смотрит только на безымянном пальце, я понял вас. Не, ну, есть люди, вот золото, кстати говоря, один из инструментов, по отношению к которому, вот, какие-то, право, они такие, антагонистические точки зрения, часть людей только золото торгует, а часть говорит, да я никогда его не коснусь, вообще, прямо какой-то панический страх перед золотом, ну, понятный инструмент, достаточно дорогой, особенно, видимо, кто чуть-чуть потерял, но я там, так сказать, он и нервничает. Ну, друзья, спасибо большое, еще раз напомню, это был Игорь Суздальцев на Айтрейд ТВ, передача, обзор рынков Корнер, всем хорошего настроения и хорошего дня впереди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!